Наша творческая группа узнала о проекте «Химия была, но мы расстались» в августе на конференции Национальной ассоциации телерадиовещателей. Химия — это благотворительная всероссийская диджитал-активация, главная цель которой — поддержка женщин, которые заболели раком. Онкология сегодня болезнь, о которой не говорят. Ее стесняются, ее стыдятся, ее скрывают, и причины у всех разные. У кого-то личные, а кто-то не хочет сталкиваться с предвзятостью и общественным мнением. Кто-то не хочет жалости, кто-то боится изменений во внешности, а кто-то мнение, что онкология может быть заразной. Автор проекта — Ольга Павлова, фотограф, бывший онкопациент, художник с камерой в руках. Хорошо знает, как порой поднять женщине самооценку, помогают красивые снимки. А также то, как иногда важно взглянуть на себя со стороны, глазами фотографа, для того, чтобы победить страх. В этом фильме вы увидите четыре женские истории. Бывшие пациентки онкологических отделений Сургутской окружной клинической больницы вспомнят свои эмоции. В тот момент, когда они узнали, что рак на какое-то время — часть их жизни, вспомнят эмоции своих близких. Поделятся воспоминаниями о том, как они нашли в себе силы собраться и идти дальше. Как они смирились, как они приняли тот факт, что нужно вылечиться, несмотря ни на что, как бы ни было больно и неприятно. Мы покажем мнение врачей, которые борются с онкологией не один десяток лет и ежедневно. Чем нельзя пренебрегать? О чем нельзя забывать? И чего достигла медицина в этом противостоянии? Если быть сильной, если следовать рекомендациям врачей, отрезок, когда в твоем теле опухоль или злые клетки превращаются в своеобразный жизненный антракт. Период, при котором порой меняются главное и второстепенное, меняются приоритеты. Но всякий антракт заканчивается. И как он пройдет — решаешь ты сам. Продолжение следует... Когда организм дает сбой, когда появляются нетипичные для тебя симптомы, мало кто собирается и отправляется к врачам. Как правило, мы рассуждаем иначе. Устала, простыла, не хватает витаминов. Пройдет само, но проходит не всегда. Путь к диагнозу лимфома Ходшкина. Катя Лишуковой начался с кашля. Затем проблемы с сердцем, анемия, воспаленные лимфоузлы. Были йодная сетка, антибиотики, тонометр, УЗИ и только потом направление к гематологу. Я вообще не знала, что это за врач, вспоминает Катя. Я спросила напрямую, у меня онкология. Она говорит, я не знаю, сходи к врачу. Меня отправили к заведующему онкологии. Я пришла к нему. У него даже не кабинет врача, а вот просто кабинет обычный, офисный. И он такой, тебе сколько лет? Я говорю, 21 год. Такая маленькая, такая худенькая. И тут мне стало еще страшнее. Почему врачи пугаются? Катя слышала, как плачут родители. Не при ней, за закрытой дверью. Мама позже признается, что сразу поняла, не пронесет. Но уважала желание дочки на силу и поддержку. Семья прятала страх, чтобы поддерживать, держалась, чтобы не жалеть. Хотелось побыть одной больше. Вообще никому ничего не рассказывать. Как-то хотелось от всех отдалиться. Просто быть одной. Но никак не жалость. Гуглила? Гуглила. Первое, самое первое, это, наверное, до первой химии я гуглила. И все время, когда я даже забивала, что мне можно кушать, обычно элементарное, выдавала, вам осталось лет пять жить. И все. Я перестала гуглиться. Наверное, поэтому, когда девушке предстояла первая химия, она нашла опору в жесткой соседке по палате. Ее состояние и диагноз были хуже Катиных. Но, возможно, внутренний стержень держал и ее саму. И помогал держаться тем, кому плохо рядом. Я лежала, плакала, и она подходит ко мне, встает надо мной и таким грубым голосом. Почему ты здесь плачешь? Всем плохо. Что ты тут одна такая думаешь? Все, слезы вытерла, улыбаешься и лечишься. Все скоро пройдет. И она была со мной всей химией. Ну, не вместе, не наплывалась. Но мы всегда виделись. И это такое счастье было ее увидеть. Катя прошла шесть курсов химиотерапии. Во время двух занималась с психологом. Успокоительные не помогали. Всегда рядом были родители и молодой человек. С ним девушка познакомилась незадолго до того, как у нее диагностировали онкологию. И даже подумывала расстаться. Не представляла, как же он увидит ее без волос. Позже любимый человек Кате побреет голову вместе с ней, чтобы поддержать. А сама она выложит фото нового вынужденного стиля в социальные сети. Я потом побриваюсь, смотрю в зеркало. И думаю, ну неплохо, мне даже нравится. Я знаю, как на вкус выглядят все уколы. Я различаю уколы на вкус. Какие мне вкалывали и какая химия идет. Они все разного вкуса. Облегчать чьи-то переживания важно. В какой-то степени готовить к тому, что будет. Поддерживать, советовать, подсказывать, на что обратить внимание. Неприятный факт, с которым столкнулась Катя – дискриминация. У девушки вторая группа инвалидности. Она временная, на пять лет. Жизнь, однако, усложнить успела. Да, я искала работу. И некоторые организации, когда узнавали, что у меня инвалидность, говорили, извините, но мы не хотим иметь дело с инвалидами. Ищите работу с отметкой для инвалидов. Но я не считаю себя инвалидом, почему я должна искать такую работу. Я считаю, что я могу быть полноценным человеком. И без каких-то ограничений я могу работать. Катя из тех людей, которых онкология изменила. По признанию девушки, изменила в лучшую сторону. Больше ничего не страшно. Этой черты не хватало. Но то, какой ценой она ее получила, Катя когда-то забудет вряд ли. Я очень сильно изменилась сама, в принципе. Если раньше, какая я была, я была серой мышкой. Мне хотелось в уголочке посидеть, чтобы меня никто не трогал. Сейчас я не боюсь разговаривать с людьми. И я... Ну все, я горы сверну, честное слово. Я пошла на этот проект еще потому, что когда человек сталкивается с этим диагнозом, он не знает, куда ему идти, где ему черпать информацию. Покажите мне хоть выжившего. Есть тут живые люди, выжившие люди. Вообще, как они себя чувствуют? Где они? То, что люди стесняются об этом говорить, ну, правда, это не заразное. Это не венерическое заболевание, о котором стыдно говорить. Это такая же болезнь, как ангина, как, я не знаю, как диабет. О диабете же не стесняются говорить. Почему стесняются говорить об онкологии? Ольга обнаружила уплотнение в груди при самоосмотре. Онкология молочной железы была у ее мамы, поэтому к своему здоровью девушка относится тщательно. Сразу почувствовала неладное. Сначала отправилась в платную клинику. Думала, так быстрее. Однако помощи там не получила. Диагностировали злокачественное новообразование Ольги в обычной государственной больнице. И несмотря на предчувствия, новость все равно стала шоком. Сколько мне осталось? На тот момент, потому что у меня было дочке 2,5 года. Вообще только у меня был долгожданный ребенок, которого я очень поздно достаточно родила. И первая она на меня посмотрела и сказала, вам очень много осталось. И когда мне пришлось сбрить волосы, она не понимала, что вообще происходит, почему у мамы нет волос. Я ей говорю, понимаешь, доченька, я купила плохой шампунь, и у меня выпали все волосы. Она говорит, мама, возьми мою шампунь, говорит, у меня хорошее. Ольге удалили молочную железу. Несколько месяцев после операции она ходила с экспандером. После реконструкция и имплантат. О потерянной железе не жалела. Говорит, что ставить на одну чашу весов в жизни здоровье и грудь нельзя. При этом встречала женщин, которые затягивались лечением из-за переживаний. А как же я буду жить без нее? Даже не на ощупь, просто, знаете, физически чувствуешь себя все равно немножко, потому что имплант ставится под мышцу, и немножко все равно какой-то есть у тебя дискомфорт. Он всегда присутствует. Ну, просто с ним привыкаешь жить и живешь. Вот. А так, ну, знаете, никогда не задумывалась и никогда не копалась вот в этом. Ну, есть и есть. Стоит и стоит. Ну, нормально. Всем хорошо. Кто знает. Никто же меня раздетую не любит, кроме мужа. И все. У меня нету комплекса по этому поводу совершенно. В разговоре выясняем, что порой подобные опасения, как жить дальше, могут оказаться небеспочвенными. Во время лечения Ольга лично наблюдала, как распадаются семьи из-за того, что у женщины рак груди. Из-за операции, из-за химиотерапии, слабости, плохого самочувствия, изменений внешности. Иногда просто потому, что не могут понять. Много. Предательства много. В основном, женщина несколько лежала, которые мужчины уходили от них. Просто для меня это непонятно, почему. Даже я когда пришла на очередной осмотр на УЗИ, мне доктор спросил, говорит, у вас есть муж? Я говорю, есть. Он вас не бросил? Я говорю, нет. А почему он меня должен бросить? Ну, говорит, мужчина бросает женщину. Я говорю, ну, а как можно бросить человека? У него ангина. Его тоже бросают. Ольга вспоминает, операция не пугала. Так или иначе, каждый представляет себе, что это такое. А вот химия была для нее совершенной загадкой. Она не понимала, чего ждать от курсового введения жестких, но таких необходимых препаратов. Потому что, знаете, когда проходишь химиотерапию, я не знаю, как вообще родные это все выдерживают. Ты становишься, во-первых, толстый, лысый, отвратительный характер у тебя. Все раздражает, абсолютно все заводишься с полпенка. Прям себя сам не любишь за это. А окружающие терпят, родные. Ольга отмечает важность объективной и доступной информации. Чем быстрее она окажется рядом, тем оперативнее пациент настроится на лечение и примет свой диагноз. Девушка советует не копаться в себе, не корить и не винить, постараться смириться и следовать рекомендациям врачей. А еще не тянуть и найти таки время на свое здоровье. Она видела случаи, когда из-за работы и дел женщины вовремя не приходили к врачам. И болезнь пускала корни так глубоко, что помочь пациентке становилось крайне тяжело. Да, конечно, страшно. Прям страшно. В первые дни ты просто находишься, не знаю, где-то между небом и землей, потому что ты, ну, дезинфицирован, ты не знаешь, как тебе жить дальше. Просто не знаешь. Ну, просто надо это принять. Не надо никогда думать, зачем мне это, к чему мне это, почему мне это. Ну, значит, так надо, разве нам это дано. Надо просто это принять и смириться с этим, пережить, вылечиться. Субтитры создавал DimaTorzok сообщают специалисты. В нашем городе достаточно стабильно последние лет 15. На первом месте стоит рак молочной железы. На втором – злокачественное новообразование кожи. Замыкает тройку – рак шейки матки. Возраст – это в основном средний, примерно от 53 до 63 лет. Разброс вот в этот период времени возрастает рост заболеваемости раком. А социальный статус абсолютно. То есть рак не выбирает социальный статус, материальное положение в обществе поражает всех пациентов, любого статуса социального. Последние годы в связи с указом президента России Владимира Путина об увеличении продолжительности жизни населения много говорили о терапевтической настороженности, о том, как важно ее обострять. То есть при малейшем что-то не так на приеме в поликлинике пациента необходимо направлять на дополнительные обследования. Карты спутал коронавирус. У специалистов первичного звена порой стало не хватать ни времени, ни сил. Силы собрали на борьбу с инфекцией. Однако онкологи резюмируют – во всем плохом – свое хорошее. Например, заметили, что на ранних стадиях стали чаще диагностировать рак легких. Заболевший ковидом пациент приходит на компьютерную томографию, чтобы оценить степень поражения органов дыхания. И из кабинета КТ может отправиться к онкологам. Постулат лучше предупредить, чем лечить. А если не предупредить, то выявить как можно раньше, не изменен много лет. И мы уверены, что сути своей также не потеряет. Касается это всех диагнозов и, конечно, всех видов рака. Ранняя диагностика, оснащенность кабинетов мамографами, оснащенность кабинетов УЗИ, аппаратами, наличие специалистов. Мы оперируем сейчас, вот как вы говорите, нулевая стадия, первая стадия. Ну, конечно, если пациентка подзапустила, если она не ходила год, два, три, не обращалась никуда, она, возможно, уже обратится к нам и со второй стадией, и даже с третьей. Онкологи-мамологи рассказывают, с появлением в 60-70-х годах прошлого века имплантатов жить стало проще. Если раньше молочную железу при злокачественных новообразованиях удаляли полностью, при этом могли также захватить часть мышц грудной стенки, об эстетике не задумываясь, то сейчас пластическая хирургия стала неотъемлемой частью оперативных вмешательств при онкологии. Безусловно, это сыграло огромную роль в психологическом комфорте женщины. По сути, до рака и после контуры тела остаются неизменными. Если по статистике поговорить, то у нас порядка до 200 операций доходят в год реконструктивных с помощью различных методов. Торокодрозальные лоскуты, поперечные ректо-абдоминальные лоскуты, экспандерная техника, одномоментная имплантация с имплантом. Вот это наши методы. Пациентки становятся с каждым годом все грамотнее. СМИ работают хорошо, интернет. Все пациентки приходят подкованные, они почитали, они знают. Они вплоть до того, что подсказывают хирургу, какой имплантат им использовать при операции. С каким покрытием? С текстурированным, с полиуретановым покрытием нам подсказывают, что нам использовать. Поэтому информационная среда дает положительные свои моменты. Нам стало легче работать. Методы и диагностики, и оперативного лечения во всем мире совершенствуются ежедневно. Например, такой вид рака кожи, как базалиома, давно научились убирать при помощи лазера. Особенно если речь о локализации на лице. Протоколы лечения прочно зарекомендовали себя, и включают они не только хирургию, химия. Без этой комбинации медикаментов увидеть в итоговой выписке заветные слова «злокачественных клеток не обнаружено» невозможно. У нас все было достаточно печально, наверное, вот еще 20-30 лет назад. Благодаря тому, что появились вот четко отработанные протоколы лечения заболеваний, очень многие наши, практически все наши заболевания, как бы имеют окончательный период, наши пациенты имеют шанс на выздоровление. Вот. Поэтому здесь, в общем-то, другими средствами, кроме химиотерапии, вылечиться нельзя. Век информационных технологий, конечно, не только усложнил жизнь врачам, в той части, что многие любят заниматься самолечением по советам в интернете, но и облегчил. Сегодня выпадение волос из-за химиотерапии – это уже не так страшно. Тем не менее, наверное, нет ни одной равнодушной к изменению своей внешности женщины. Это психологический удар, конечно, но временный – это проходит. Кто-то справляется сам, кто-то прибегает к помощи специалистов. Честно говоря, уже очень давно нет такой проблемы. Вот, как бы, лет, на самом деле, 10-15 назад, вот, как бы, женщины там будут того, что, ой, я там буду, потеряю волосы, отказываюсь от лечения. Там, ну, будешь лежать в гробу со своими волосами, там, как бы, это… При том, что заболевание, в принципе, можно вылечить. Просто нужно походить. Это временная, как бы, ситуация. То есть, после окончания химиотерапии волосы отрастают, красивые, густые, гудрявые, как правило. Вот. И вот лет 10-15 назад, наверное, это была такая самая основная причина попыток отказа от химиотерапии. А сейчас, наверное, больше стали говорить о женской аллопеции вообще, которая связана не только с онкологией, с множеством другим причин, совсем не привязана к онкологии. И когда женщина действительно теряет волосы навсегда. Эмоциональные страхи прорабатывают. То есть, ну, разные. Несмотря какая онкология чего, смотря какой диагноз, чаще женщины боятся, ну, если это касается маммологических больных, они боятся потерять грудь, потерять мужа в связи с этим. Очень частый страх – облысение, потеря волос. И прямо вот по поводу этого работаем тоже. Психолог Сургутской окружной клинической больницы Полина Мишкин говорит, что современные пациенты чаще прибегают к ее услугам и реже путают психолога и психиатра. Как правило, помощь врачевателя душевных ран – это долгая и системная работа. Кому-то достаточно разговоров, кому-то необходимо более глубокое погружение в сознание и применение специальных методик. Поиск внутреннего ребенка, например. Работает психолог не только с онкологическим больным, но и с его родными. Близкие в попытках помочь могут и навредить. Мы работаем с родственниками, безусловно. Зачастую родственникам на самом деле больше помощи нужна психолога, чем самому пациенту. Потому как пациент, все-таки общаясь с врачами, он быстрее принимает заболевания, осознает, прорабатывает какие-то моменты. А для родственников это как обухом по голове. Они зачастую просто не знают, как даже разговаривать, как поддерживать, как не навредить своими разговорами близкому человеку. Поэтому с родственниками работаем, конечно. Женщины сильнее мужчины? А женщины – да. Почему так? Ну, мужчина – добытчик. У него всегда куча дел, все расписано там наперед, там как-то это самое. И цель, наверное, в движении. Когда его останавливают каким-то диагнозом, необходимостью лечения, как бы да, вот, всю жизнь остановилась, практически закончилась. И как-то нужно пересматривать. У женщины цели немножко более приземленные. И, как правило, она сосредоточена на детях, на близких, на какой-то ближайшей перспективе. Поэтому ей проще отключиться на эти шесть месяцев и прийти к выздоровлению. Потом, как бы, не знаю, статистически достоверно это или не достоверно, так наблюдается. Но чаще, вообще одинаково, в болезнях одинаково и мужчины, и женщины сталкиваются с предательством близких. То есть распадаются семьи, там, находят себе более здоровую половину. То есть это достаточно тяжелое испытание, которое вот не все могут пройти. Там может бояться, может еще как-то. Но вот женщина, когда она сталкивается с предательством, особенно если у нее есть дети, и приходится как-то уже бороться и за себя, и за будущее своего ребенка. Вот это немножко больше стимулирует. Все героини нашего проекта отмечают, важно не думать, за что и почему. Не винить себя, не грызть и не калечить. Рак может прийти к каждому и в любой момент. Нужно собраться, настроиться и выполнять рекомендации врачей. Эмоциональное состояние влияет на физическое в любом случае. То есть если человек позитивен, то он меньше обращает внимания на какие-то моменты. Он везде ищет этот же позитив и его же и давит. Если человек склочен, негативен, везде видит все плохое, он как будто бы и притягивает к себе такое же. Внутренняя сила и характер, конечно, определяют многое. Жить так, как жили раньше, получается не у всех. Система координат порой меняется кардинально. Влияет на дальнейшие взгляды и тяжесть онкологии, и сохранение привычных контуров тела, и то, как женщина переносила лечение. Все моменты индивидуальны. Здесь нет какой-то одной рабочей схемы, которую можно применить каждой. То есть любая болезнь, боли которой сопровождаются тяжелыми угрожающими жизнеосложнениями, она способствует пересмотру, наверное, своих целей в жизни. Иногда это очень печально, видеть пациента на входе и на выходе, то есть с наивным распахнутым взглядом, большими круглыми глазами. И когда уже на выходе видишь, что взгляд становится более жесткий, более мудрый. Возраст женщины выдает взгляд. Она может выглядеть как угодно, там может быть шикарная кожа, она может выглядеть на 20 лет, но когда она смотрит тяжелым взглядом, ты понимаешь, что здесь уже как бы хороший болтос. Вот у пациенток, у наших часто вот такой появляется уже такая мудрость, взгляд. Все врачи проходят психологическую подготовку, однако умение сообщать пациенту о раке все же приобретают с опытом. Они заранее понимают и предполагают, как тот или иной пациент отнесется к шоковой новости. Смягчить удар здесь во многом помогает та стадия, на которой диагностирована онкология. Поэтому специалисты от здравоохранения не устают повторять о профосмотрах, диспансеризации и внимательности к себе, здоровых привычках. Исходно, конечно, любая пациентка или любой пациент, для него это шок, когда ставится диагноз рак. Но когда пациенту начинаешь рассказывать, что он выявлен, на разных стадиях люди бывают. Когда это ранняя стадия, первая, вторая, что это практически излечимая болезнь. Ну, по сравнению, не сказать, что насморк, но достаточно контролируемое заболевание, которое можно либо полностью излечить, либо вылечить пациента так, что он только будет напоминать об этом диагнозе периодические приходы к нам на профилактические осмотры. После этого уже идет конструктивный разговор. А что будет со мной? А какой вид лечения? Если операция, то какая операция? И потом уже эстетические моменты пошли. Время 3 часа ночи. И я еще запомнила этот момент. Не было мест в палатах. Меня положили на кушетку. В середину этой комнаты там лежали люди под капельницами. Кто-то в шапках, кто-то лысый. И я просто такая сижу, плачу, не верю в это все. Ну и все. И потом время начало бежать. Всякие обследования. Я, мне кажется, до сих пор не верю, что у меня был именно рак. Кате Тарановской, когда ей поставили диагноз лимфома Ходжкина, было всего 18. Она поступила в университет, отучилась один день, сходила на турслеты и пропала. Шесть месяцев она не выходила из гематологического отделения СОКБ вообще. Врачи переживали, что ослабленный после химии иммунитет не выдержит встречи с какой-то бактерией или вирусом и не отпускали. Много плакала, говорит, реагировала на рак не так, как стоило бы. Но поделать с собой ничего не могла. Зато сейчас, после всего, что было, стало другой. Я не могу сказать, что полностью, но есть немножечко присутствуют вот эти вот всплески эмоций. Ну, потому что я, в принципе, такой человек эмоциональный. Но сейчас я почти не плачу никогда. То есть любые ссоры – это спокойные разговоры, потому что я понимаю, что это, ну, вредит моему здоровью. И, дай бог, мне бы не хотелось никогда пережить это снова, чтобы не моя семья это испытывала, не я, естественно. В руки взяла себя месяца через три. Помогала поддержка родных и друзей, которые приходили в больницу к Кате ежедневно. Передавали сюрпризы, старались радовать и всячески напоминали. Мы рядом, ты справишься. Остаться без волос Катя не боялась. Она видела, что дело – это наживное. И всего то, что нужно – это немного времени. Я себя, на самом деле, полюбила вот такой, без ресниц, без бровей, без волос, благодаря своей семье и друзьям, которые каждый день мне говорили, ты красивая, ты красивая, ты красивая. И вот подруга как-то в больнице мне устроила фотосессию. Вот. То есть пригласила фотографа. Со мной, естественно, фотографировалась. Я эти фотографии даже выкладывала. Вот. И я на себя смотрела, ну, с любовью. То есть я любила себя такую, этот мой образ. Несмотря на, казалось бы, эру социальных сетей, особенно среди молодых людей, Катя рассказала о своем диагнозе спустя примерно год после выздоровления. Получила большой отклик, писали и те, кто болеет сейчас. Девушка приняла рак, перестала считать его чем-то ужасным. Это то, столкнуться с чем может любой. Придет он или нет, ты не знаешь. И быть готовым к этому невозможно. А так химия, она ничем не пахнет. Она просто убивает все хорошее, все плохое. И ты чувствуешь себя овощем. Просто лежишь и не двигаешься. Катя почувствовала себя здоровой интуитивно. Поняла, что больше нет таких ощущений, которые сопровождали ее при лимфоме Ходжкина. Когда врачи подтвердили ремиссию, девушка, соскучившаяся по общению, заторопилась в университет. Хотя это и было сложно психологически. Каждому не объяснишь, почему у тебя нет волос, а взгляды на себе Катя порой ловила отнюдь недоброжелательные. Надо быть сильной, решила она. И как-то тоже помню день. У нас пара лекционная, две группы вместе. Я сижу и понимаю, что мне очень жарко. Ну, как бы в шапке. Я такая, когда же наступит тот момент, когда я смогу ее снять и ходить, ну, просто лысой. Я сняла. Я просто помню, все вот так смотрят. Я такая, так, ладно, на спокойствии. О перенесенной онкологии Кате напоминают запреты, которых она должна придерживаться всегда. Например, раньше она очень любила загорать. Однако этого теперь делать никак нельзя. В том, что пришлось пережить, Катя нашла и плюсы. Тот факт, что рак изменил не только ее, но и всех близких, она считает самым важным. Рак пришел в мою семью, даже не ко мне, потому что он пришел ко всем. Чтобы мы стали сильнее, это нам в любом случае что-то дало всем. Все стали ближе, все стали больше следить за своим здоровьем, больше друг друга любить, ценить. Я вот думаю, это для этого было. Потому что мы очень часто там ссорились, бывало, еще что-то. Потому что в роду ни у кого не было рака. Вот я первая, к сожалению. Жалею, что не обратила на себя внимания три месяца назад. Такой вывод сделала Анастасия, размышляя о своем диагнозе после того, как врачи диагностировали у нее острый промелоцитарный лейкоз. Рак с поломкой генов, агрессивный, требующий молниеносной реакции. Чрезмерную усталость, внезапные синяки на теле. Анастасия списывала на авитаминозы, неуклюжесть. Но когда девушка сдала анализы, сомнений у врачей практически не было. Мы не можем, нам больше не дадут, сколько мы сможем это вынести. Поэтому я всегда была настроена на то, что я выздоровлю. У меня не было такой... Да, поначалу было страшно, что а если вот опять такое случится, а если мне опять будет так плохо, а если я умру? Нет, у меня двое детей, я не могу себе позволить умереть. Я должна их воспитать. Если я умру, с кем останутся мои дети? Первое, что пришло в голову после вердикта врачей. Однако сын и дочь были тем самым маяком, которому Анастасия двигалась два с половиной года на пути к выздоровлению. Близкие всегда были рядом, держали за руку и подбадривали. Не оставляли коллеги. Так вышло, что до того, как Анастасия стала пациентом с Ургутской УКБ, она больше 10 лет проработала в ней медсестрой. Сын вообще переживал. Он плакал. Я когда приехала с больницы, сказала, что меня отпустили на два часа собрать вещи. Мне это нужно было как-то сказать мужу, детям. Я сыну говорю, сынок, мама поедет в больницу, все будет хорошо. Говорит, мам, ты же не умрешь. Я говорю, ты что, сынок, вы же у меня есть, как я могу умереть без вас? Я же не могу вас оставить одних. В отделении гематологии собралась небольшая компания. Ее частью была и Анастасия. Эти пациенты, невзирая на боль, смеялись друг на другом. Шутили над тем, что с ними происходило. Врачи не сомневались. У этих, кто всегда на позитиве, все будет хорошо. Да мы не думали о смерти. Мы вообще об этом не думали. Какая смерть у нас? Впереди столько всего. Не опознала. Нам нужно везде побывать. Нам нужно много чего сделать. Нет, о смерти мы вообще не думали. Они не думали о смерти и старались не давать. Думать о ней другим пациентам отделения. Хотя Анастасия, как и еще одна героиня нашего проекта, Ольга, тоже видела, как некоторых предавали близкие. Бывает такое, что отворачиваются близкие люди, когда ты вообще даже не подумаешь, что близкий человек может тебе сказать, что я устал, ты постоянно болеешь. Давай встретимся, когда ты выздоровеешь. А зачем ты будешь нужен потом? Когда мне было тяжело, твоего плеча не оказалось рядом. Анастасия вспоминает об осложнениях, которые у нее начались на фоне химиотерапии. Это был отек легких, из-за чего она попала в реанимацию на аппарат искусственной вентиляции легких. Но она понимала, и врачи подтверждали это. Если пройти этот период, самый жесткий, в промилоцитарном лейкозе, первый, все наладится, она победит. Вспоминает, как узнала о том, что все, справилась. Это впечатление теперь с Анастасией навсегда. Одно из самых ярких в жизни. Второй день рождения. И это было просто, это я там, я визжала, там и плакала, и смеялась, я расцеловала всех врачей. Это было настолько, вот прям какие-то слова, как будто с небес спустились и сказали, ты здорова. Это было просто незабываемо. Я позвонила маме, я позвонила мужу. Там все просто были настолько счастливы и рады, что, слава богу, у нас все получилось. Это правда были такие эмоции. Я прибежала в отделение, мы вот с людьми, с которыми мы общались, я говорю, вы представляете, это точно? Я говорю, да, это точно. Мне сам лаборатор, который делал вот это обследование, который делал этот анализ, она мне сказала, что все хорошо. В том самом сложном психологическом для женщины. Потери волос Анастасия даже нашла для себя новый стиль. Купила платки, научилась интересно завязывать их, приобрела необычные шапочки. Поняла, что ей с короткой стрижкой очень даже неплохо. Но самый важный жизненный урок не в моде, а в ценности каждого дня и в себе. Ведь ты у себя один. Дорожить близкими, больше обращать внимание на свое здоровье и ценить каждую минуту, которую ты прожил вместе со своими близкими и рад. Химия была, но они расстались. И, конечно, каждая героиня нашего фильма надеется, что навсегда. Такого жизненного антракта больше не нужно, несмотря на то, что в своей болезни, в лечении, в том, что пришлось вынести, нашлись плюсы. Некоторые, и вы слышали это сами, изменили себя. Ради себя самих. Болеть раком не стыдно. Не стыдно говорить об этом. Не стыдно просить поддержки. Важно помнить, что не стоит забывать о себе. Обращайте внимание, проходите обследование, лечиться так, как сказали врачи, а не так, как написано на неизвестном форуме в интернете. Не стыдно быть слабой. Плохо не проявлять силу тогда, когда нужно собраться и проявить ее. Ведь если вы не поверите в себя, то кто же поверит? Мояфототерапия.рф действующий проект. На одноименном сайте любая женщина, которая чувствует, что ей нужна поддержка, может оставить заявку и получить психологическую помощь. Как гласит один из девизов проекта, рак – это токсичные отношения, из которых женщина может выйти, став только лучше и прекраснее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова